Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Субтитры предоставил DimaTorzok В этом выпуске основные события четверга, 4 июля. Каким этот день запомнился нижегородцам? У ветерана войны украли все ордена. За расследование берется спецназовец. Фильм с необычным сюжетом снимают в Нижнем Новгороде. Накануне Парада Победы украли все ордена. Это часть сценария. О подвигах фронтовиков и об ужасном отношении к ним сегодня нижегородцы снимают новый художественный фильм. Красивые схватки в стиле Джеки Чана, философский подтекст и даже юмор. Создатели обещают, что в будущей картине будет все. Сейчас работа над фильмом в самом разгаре. На съемочной площадке побывала Мария Белова. Немножко побыстрее. Здесь сейчас будет происходить драка вот в этом вот интересном месте. Что я могу сказать? Развалины тут, все обшарпанное. Это, конечно, плохо. А для кино это хорошая картинка. Здесь очень интересный антураж. Александр Кондратенко не только исполнитель главной роли, сам себе режиссер, но и автор идеи нового фильма с рабочим названием «С днем Победы». В 2007 году оставил бизнес и полностью посвятил себя кино. Сам из династии цирковых артистов. Его дед Георгий Кондратенко, фронтовик, работал в Союз госцирке. А бабушка Валентина Кондратенко снималась в фильме «Свет далекой звезды». Александр с 10 лет снимается в фильмах своего отца, а в 14 уже организовал собственную киностудию. Сейчас в Госфильмофонде уже лежат три его картины. Новая, посвященная фронтовикам, будет четвертой. Вдруг нам позвонили, сказали, что было совершено разбойное нападение на квартиру ветерана и украли все его ордена. Это было как бы последней каплей, потому что до этого кто-то жарил шашлыки на вечном огне, кто-то венки жег. Ну, в общем, вот такие вот ситуации происходили. Что-то, какой-то сбой в обществе произошел, и мы решили как-то его вот так вот выровнять своим творчеством. Историю с пропажей орденов взяли за основу сюжета. Главный герой – Глеб Лесов, спецназовец, сам берется за расследование. У него в этом деле личный интерес – ветеран, дедушка его погибшего сослуживца. Расследование приводит Глеба к страшной мистической организации. Фильм отснят примерно на 15%. Впереди самое интересное – сложные трюки, пиротехника и драки. Александр Кондратенко боевыми искусствами занимается с 7 лет и имеет черный пояс по карате. Работает в команде с профессиональными каскадерами. Никакой страховки и защиты, все трюки выполняются по-настоящему. Что-то, какие-то удары по-настоящему делаются, какие-то на расстоянии 5 мм от лица. Все выверено до автоматизма, точено. Каскадер Алексей Калашников сегодня отрицательный персонаж. Он играет адепта Черного Ордена, который подкарауливает главного героя в подворотне. В фильме «Лешний» там был трюк на набережной. С 7-метровой высоты делал прыжок на сальто с приземлением на спину и в кувырок переходящий. Бюджеты фильма по меркам кино достаточно скромные, всего 800 тысяч рублей. Деньги идут на бензин, грим, аренду необходимого оборудования и на одежду каскадера, потому что она быстро приходит в негодность. Не верю, что в городе никто ничего не знает. Я помогу тебе. В главных ролях играют профессиональные актеры театра и кино. Кроме того, активно участвуют в съемках и сами ветераны. Все, к кому мы обращались, никто не отказал. Это и ведущие артисты театра «Пантомимы», и актер, который приехал из Нью-Йорка, наш товарищ, актер Владимир Баландин. Для фильма с рабочим названием «С днем Победы» кинокомпания «Кондор» превратила в съемочную площадку весь город. От таких маленьких, малознакомых комодориков до общезначимых городских мест, таких как площадь Минина, Парк Победы и Вечный Огонь. Съемки фильма начались в этом году, 9 мая, а завершить съемочный процесс планируют уже в октябре. А к 70-летию Великой Победы нижегородцы уже смогут увидеть премьеру. Мария Белова и Николай Хлобостов, служба новостей города.